Легли бы спать без полдесятого вечера, а без пятнадцати десять. Вот это все гухнуло. Летит все, влетит, шкаф, хатя летит. Вот, я была как раз в этой шапке, и одеяла на себя, и сползла на пол, и мужу говорю, ползи за мной. Ползи за мной. И мы сползли, выползли в комнату. Кто травматологик, кого в терапию, нас в терапию. Доктор сказал, трое суток нельзя вам вставать. Мне сказали, что наше жилье очень пострадало. Разбитые окна выбитые, все выбитое, все перегородки в квартире выбитые. Балкон стоит разбитый. Мы выехали к людям, и в данный момент мы приходим. Вот это так, как начинаем сейчас ремонт делать, а так мы живем на частном секторе. Одно окно мы поставили за свои дома, потому что приходить было, там и кафель чистить, и все на кухню. Темно, знаете, как-то холодно. Ну и мне поставили окно сами мы поставили, и на кухне сделали кафель сами положили. А вот это вот уже одно окно, балконное окно, это Дея поставили, через Дея. Конечно, заходить в пустой подъезд и врагу не желаю. Я выхожу на балкон, если вот когда захожу, я стараюсь не смотреть сюда, на это все ужасы. Компенсацию в виде житлового сертификата из суммы, которая складает в среднем больше миллионов гривен за одну квартиру. Через автоматическую розрахунку середнюю из вартостей квадратного метра по Донецкой области, який затверджений профильным министерством, умножуємо на загальну кількість квадратных метрів квартиры, ну, зруйнованого объекта і враховуємо відповідную сумму сертифікату. За один миллион гривен, це близько десятки миллионов гривен для того, щоб зруйнувати будинок повністю і вирівняти площадку. Ну, прийнято рішення Краматорської місько-військової адміністрації поки, що це не робити, це на теперішній час не на часі, тому що дуже близько лінія фронту на сьогодні, і великі кошти не будуть витрачатися для того, щоб зруйнувати будинок. Дякую за перегляд!